Ну что же, всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала YouTube. Для вас играет Саша Пуговкин или Годриди, кому как удобнее. Добро пожаловать в мир Ведьмака. Ведьмак 3, как я её называю в шутку, утиная охота, ну конечно же дикая охота. Потому что утиная охота это не про Ведьмака, не про тёмный средневековый мир. Так, остался у нас тут один сайдквест с доски объявлений. Нужно найти Дуни Вильдверетта, пропавшего без вести солдата. Отметка у меня стоит именно в ту область. Еду я туда на Платве потихонечку, скачу, общаюсь с вами, наслаждаюсь пейзажем и красотами мира Ведьмака. Посмотрел я опять же несколько, скажем так, обзоров, там ещё чё-то. Ну, нигде Ведьмака не хают. Да, есть некоторые нарекания, да, те самые нарекания, с которыми в принципе я согласен. Но всё это не критично, всё это меркнет. Так же, я не знаю даже, мне всегда как-то, знаете, стыдно или, ну, не то чтобы стыдно или западло, но в общем я не знаю как охарактеризовать те чувства, которые иногда хочется мне озвучить, но я не озвучиваю. Оказывается, будет огромный аддон, который плюс ещё 10 часов геймплея добавит. Да, безусловно, если будет рабочий релиз, наверное, я скачаю с торрента. Ну, не наверное, а скорее всего так и будет, я поступлю так, как поступаю обычно. Но в то же время мне, наверное, хочется обратиться к зрителям, что если вам понравится вот этот мой летсплей, напомню, что я прохожу это на предпоследнем уровне сложности, ну, может быть, как-то организую я сбор средств на покупку лицензии, вот с тем большим дополнением. Либо, может быть, я куплю дополнение, а там уже зрители помогут с тем самым аддоном, плюс 10 часов геймплея, потом говорят, что здесь 36 развязок событий есть, развязок вот событий в Королевствах, в которых Геральт путешествует в ходе прохождения сюжетной миссии. Ну, может быть, как-то зрители помогут на приобретение аддона, который я планирую пройти на последнем уровне сложности. Ну, к тому времени уже, конечно, с механикой будет все понятно, с боевкой все уже будет понятно. И, вы знаете, я так смотрю сейчас уже и думаю, что вполне возможно, вполне возможно пройти на самом высоком уровне сложности. То есть, когда уже знаком полностью с боевой системой, когда знаешь, как крафтить, когда, конечно же, знаешь, где какое оружие найти, чтобы побыстрее, скажем так, быть уже подготовленным к битвам. Я думаю, что на полной сложности вполне возможно пройти Ведьмака Трекева. Это будет интересно, конечно, безумный челлендж. Здесь-то, как бы, на предпоследнем уровне сложности уже челлендж присутствует. То есть, нужно крутиться, применять знаки. Но это и хорошо. То есть, если Ведьмак... Играть Ведьмака, что он просто машет мечом, убивая всех на своем пути. Но в чем смысл RPG тогда? В чем еще что-то? Есть масса игр, где можно просто скачать читы на бессмертие. Или там на неимоверную силу удара. Не знаю, на Ведьмака есть читы или нет. Никогда просто я с читами не играл. Нет, один раз играл в Control Strike Source. Так, у нас там какая-то гадость внизу. Утопцы. Ну что, братва, идите сюда. Один, видите, в песок зарылся. Ну тут, на самом деле, как бы здесь гринда как такового нету. Потому что я специально не отслеживал. Вернее, я не знал, сколько у меня было опыта до. И поэтому, соответственно, я не смог посмотреть, сколько опыта у меня стало после убийства. Там, утопсов или пару волков. Но здесь, как такового, гринда нету. Здесь, то есть, Ведьмак 3 это не та игра, где нужно убивать пачками и за счет этого вы прокачиваете. Здесь, я так понимаю, прокачка идет только за выполнение квестов, сайт квестов, квестов на поиск заданий. Итак, Дуни. Вот у нас Дуни. Дуни. Здесь неподалеку большое сражение было. И с тех пор от него никаких вестей. Говорил я ему, сделай как я. Отрежь себе палец или два. Тебя и не заберут. А он побоялся. Вот холера. На твоем месте я бы осмотрелся на поле Питера. Был я там. В море трупов и трупоедов. Слышал я когда-то, что они боятся огня. Так попробовал разогнать их факелом. Ни хрена скажу я тебе. Если бы не гусар, они бы меня живьем сожрали. Послушай-ка, я так понимаю, ты эти мечи не для парада носишь? Защити меня от гули и помоги найти Бастина. А я тебе хорошо замочу. Хорошо, я тебе помогу. Только после битвы прошло уже несколько дней. Так что шансы, что мы найдем твоего брата живым, малы. Очень малы. Кто бы сомневался. Я хочу хоть тело забрать. Чтоб Бастин не гнил под открытым небом вместе с Нильфами. Встретимся на пригорке. Рядом с полем. А дальше пойдем вместе. Так, ну вот такой вот запил. Я-то думал нужно будет просто найти тело. Ну, я ошибся. И на самом деле, ребята, нужно сейчас смотреть глоссарий. Бастиарий. Трупоеды. Гуль. В бою поможет масло против трупоедов. У топцы у нас тоже масло против трупоедов. И знак игни против гули. Я смотрю, никаких знаков не рекомендуется. А масло против трупоедов у меня нету. И я сейчас буду его делать. Так, могу я сделать бомбу самым. Цветок двоигрота. Алхимический ингредиент. Четыре штуки. Надо хотя бы на одно масло. И сейчас... Ну, есть на самом деле два варианта. Поискать самому. Здесь вот в окрестностях. Здесь опять же, вот допустим, я в всяком случае... Ну, я пока как бы не рылся. Может быть оно на самом деле и есть. В первом Ведьмаке, что мне нравилось, там описание всех алхимических средств было от и до. Где растет, что растет, в каких количествах растет. И за тем или иным ингредиентом нужно было отправляться на определенную местность. И это было нормально и даже правильно, я бы сказал. Листья собачьей петрушки. Значит, на самом деле можно съездить к знахарке. Так, у нас там вон знак вопроса. Какое-то неизведанное место. Плюс... Плюс кто-то впереди. Дезертир. Это у нас люди. Поэтому достаю я меч против простых людей. Ах, я сука. Ну, сейчас ты у меня братан. Умоешься, так же. Так, тут, короче, я так понял, что бьются... Оставлю я под... А, нет, это волк, падла, а? Ах ты. Вот тот самый челлендж, про который я говорил. Одного волка я сразу разобрал. Еще один волк у нас есть. Вот, надо подняться к дезертирам. Там дезертиры какие-то. Также знак вопроса, что что-то там интересное есть. Ох, смотрите, кишки прям вып... Хотя странно, я же его убил... С помощью... Знака. Но при всем при этом... Так, смотрите-ка, они меня атакуют. И мне... Как-то странно. Странная местность. Я вот на самом деле сейчас кружу. Я больше всего не люблю. Я понимаю, что это неотъемлемая часть некоторых экшен-рпг. Но вот я сейчас кружу. Вот, начинаю кружить. Я не понимаю, как туда подняться. Как туда к ним подняться. Между тем, этот мост есть. Значит, как-то туда можно подняться. Но как... Но как... А, вон. Вон проход. Все. Вот так вот нужно обогнуть. Обогнуть. Но, ребятишки, сейчас я к вам поднимусь. Там второй левел. В принципе, я думаю... Покрутиться, конечно, придется. Но не критично. Покрутиться придется, но не критично. Сейчас мы обойдем. Такое вот... Ну, это как бы мои уже проблемы. Я понимаю, что никого это не интересует. Такие вот квесты, куда нужно карабкаться, понять, куда, как пройти, я не люблю. Но, как бы, кого вообще интересует, что я люблю, а что нет. Не хочешь, как говорится, не выполняй, да. Знаете, выражение есть. Не хочешь срать, не мучай жопу. Но я хочу. Поэтому придется... Походить по лесу. Не забываем про быстрое сохранение. Это рефлекс любого уважающего себя геймера. Сохраняться как можно больше и чаще. Вот сюда. Я так понимаю, что сюда. Что-то там дезертиры. У них, видимо, здесь дезертирский лагерь. Сейчас мы их накажем. Не столько за дезертирство. Не отпускай его. Ух ты, топором. Ух ты, тут пятый. Это пятый левел. Смотрите-ка, я... Сразу ты не заметил, что это пятый левел. Вожак у нас дезертиров. Что ты мне натрешь? Ты себе вазелином ватрушки сотри. А, сука, а? Действительно. Видите, какой-то ошеломляющий удар. Ну, интересненько. Есть. Вот это было уже красиво. Первое, кстати, слоумо... Первое слоумо-убийство, которое... Было в игре. Я уверен, что не последний. Алкогест. Прекрасно. Алкогест это у нас ресурс, который позволяет нам автоматически пополнять наши масла и какие-то эликсиры в режиме медитации. Ну, вот такой вот, я говорю, челлендж, очень, ну, достаточно интересный, грамотный челлендж. Нужно покрутиться по это самое. Применять знаки. Но в то же время не супер-хардкорно. Вот этих вот своего уровня вторых, вторых, трех дезертиров второго уровня и вообще на раз-два я сломал. Ну, вот с пятым пришлось, да. Ну, пятый левел, извините меня, он на три левела выше меня. Смотрите, стальной меч Школы Змеи. Предмет из комплекта. Прекрасненько, прекрасненько. Ведьмачьи зрения, я говорю, теперь шикарная эта штука есть, которая позволяет посмотреть, что можно обшарить, а что... А к чему подходить бестолку? В первой части мне этого не хватало. Во второй части был какой-то сканер там, мега-сканер, когда, помните, Геральт, по нажатию клавиши, я, по-моему, В нажимал вокруг него, там, бззззм, такое... Сканирующее поле разбегалось. И показывалось, что можно, и нужно было, нужно было сфотографировать это на местности и быстренько бежать, пока не забыл, где что можно собрать. Ну что же, вот хорошо, мы так зашли, да, я в частности, ну и вы вместе со мной, потому что я говорю, любой летсплейщик, наверное, по умолчанию всегда говорит мы, говорит про себя во множественном числе, потому что, хотя у вас, уважаемые зрители, скажем так, и нет рядом, но все равно любой летсплейщик чувствует, что он играет не один, что вместе с ним играют его зрители, как бы банально и сентиментально это не звучало, но это есть, это есть именно так. Так, ну что, тут на самом деле я даже не знаю, то ли сделать резервное сохранение, потому что идти на трупоедов, я не знаю, какого они левела. Давайте-ка мы, ну, не будем испытывать судьбу, потому что лучше съездить все-таки до знахарки, купить у нее 4... Сейчас вот еще спустимся вниз, посмотрим, может быть там растет цветок, который мне нужен. Кстати, я забыл, какой цветок мне нужен для масла. Против трупоедов мне нужен цветок двоигрота. И вот, к сожалению, видите, нету здесь описания, и глоссарий, если взять, обучение персонажа, ремесло. Это все не то. Здесь нету описания именно алхимических предметов. Блин, да падла, а, убежал. Но я говорю, вот, не то чтобы сказать, что здесь АИ супер, супер АИ какой-то, супер интеллектуала, но в то же время вот он убежал. И с чем это связано? С умностью АИ все-таки, или с тем, что это просто, скажем так, баг, который подразумевает, что монстры просто на своем поле деятельности, на какой-то определенной зоне работают, и все. Так, соберем ресурсы, и тут что-то у нас, лодочка какая-то разбитая, да? Посмотрим, есть ли там чем поживиться. Нет, ничего здесь нету интересного. Так же, как я не вижу, чтобы... Чтобы, чтобы... А, вот какая-то сумка есть. Эссенция элементаля. Так же, как я не вижу, чтобы... Вообще, в принципе, какая-то трава здесь росла. Ну, видимо, придется ехать к знахарке. Честно, честно могу сказать, я не хочу идти на... Потому что эти утопцы-то это одно, а там-то уже не утопцы. Там гули. Они всегда были похлеще, чем простые утопцы. Утопцы это самый низкий класс, самые лохи. Самые низкие... Самые лохи среди трупоедов и падальщиков всегда были. Вот. Они в первом Ведьмаке убивались даже простым мечом, просто смазанным маслом. То есть я не помню, чтобы с утопцами у меня были когда-то какие-то проблемы. Ох ты, а посмотрите, хп-то у меня сколько! Вот что-то я заигрался, как бы... Играю, играю. Но это мой косяк, конечно. Абсолютно я не смотрел на хп, как-то не видел, что я пропускаю удары. Вроде как играю, играю. А хп-то у меня сгульки нос. Если не сказать больше. Если не сказать, вернее, грубее. Так, ну ладно, ребятишки. Совершенно я как-то не заметил, что я просел по хп. Давайте сюда, ребята, на более открытую местность. А, их тут уже, смотрите, трое. Да, я как-то не заметил. Может быть, даже там меня кто-то один бил. Оп, оп. Яблочко. Не буду уж я ласточку южить. Еще один утопец в расход. Вообще, мои любимые знаки, вот, это, против утопцев, это, конечно же, Игни. А против людей, не помню уж как называется, это Акси, по-моему, тот, который... Куда-куда? Ох! Красиво, красиво он ему голову с плеч. А против людей, сейчас я вам скажу, какой мой любимый знак. ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА lesi��. Телекинетический удар, когда бьешь, если удар прокатывает, состоит… Чувак жует сопли. Так, после удара Майка Тайсона... а ты его в это время спокойно заковыриваешь мечом опа смотрите сундучок что-то еще я нашел абсолютно вот вы видите вы как бы кто смотрит летсплей по ведьмаку знает прекрасно что циндарийский гамбизон что я не специально хожу ищу какие-то клады еще что-то кедвенский гамбизон рецепт негреда прекрасненько вот я вот ребята я искал травку я просто искал травку для того чтобы сделать смазку против трупоедов в итоге я нашел логово дезертиров где нашел какой-то рецепт какой уже и не помню вот и также вот я нашел сундучок там рецепты какие-то это все нужно будет разобрать но это я думаю вне летсплея да мы сделаем я вернее уже сделаю лошадь как подозвать я знаю что у меня по нескольку раз напоминайте вообще наверно нужно наверно нужно обучение уже отключать потому что такое впечатление что они по второму кругу пошли считают меня за полного дегенерата который ничего не может запомнить волкобой волкобой так бэкспейс алхимия негреда это у нас что алхимический ингредиент нужен для изготовления эликсиров масел и бомб а это это те ингредиенты это помните в первой части были алхимические ингредиенты которые там позволяли и усилить эликсир сделать его не токсичным можно было можно было одно усиление было на урон другое усиление было к это принимаешь эликсир у тебя лучше регенилась хп вот эти вот теперь я смотрю алхимические эти ингредиенты чтобы вынуть и зудить добыть так скажем нужно несколько определенных ингредиентов после чего происходим как был химический процесс жалко вот не анимировано я бы я бы на самом деле не отказался чтобы это было анимировано как геральт там колдует уж я думаю реторту то он мог бы с перегонным кубом с собой носить но ничего страшного тут уж так цветок двоигрота все-таки доеду я сейчас я доеду не поленюсь до а я открывал алхимию то не только с целью увидеть негреда но других масел нету других эликсиров тоже нету что касаемо ремесла чертеж военная кожаная куртка это та которая на мне помните прошлой серии мы скрафтили вернее мне скрафтил краснолюд которому я поджигателя нашел цедорийский комбинезон по броне лучше по по броне против физиков скажем так лучше сопротивление колющим ударом сопротивление ударному урону в чем-то лучше но сопротивление урона чудовищ конечно же конечно же хуже так такой такая курточка не для ведьмака нет но если куда-то идти скажем так на дело стальной меч школы змеи причем ингредиентов хватает смотрите какой урон ребятки модификатор шанса вызвать отравление плюс 15 дополнительный опыт за смертельный удар по человеку плюс 5 правда крита не так много шанс крита не так велик но крит шанс крита то это у нас ветки умений все качается опять же смотрел я обзор что касаемо умение персонажа сказали ну там кто-то сказал что это не до недостаток что теперь геральт не нельзя нельзя превратить в терминатора по ходу прокачки коим он и должен быть могу согласиться могу не согласиться то есть как тут вам сказать то вот эти вот умения до которые здесь есть на меч там еще на что-то закрытая ячейка их потом когда по мере прокачки можно вставлять и именно эти умения и будет использовать неважно пассивные они активные именно эти умения геральт будет использовать в бою вот но просто вот память тела до быстрая так увеличивается урон быстрых атак на 5 про рост очков адреналина плюс 1 а вот следующая стадия до увеличивает шанс нанести критический удар быстрой атаки на 2 критический урон быстрой атаки на 15 прирост очков адреналина плюс 1 ну соответственно если он поначалу увеличивает урон от быстрых атак а потом повышает шанс крита то как бы их же вот я смотрю точный удар их можно будет поместить вот сюда в пустую ячейку и потом видите вихрь быстрая атака нужно 20 очков вложенных соответственно вот ветку меча атака в развороте наносящий урон всем окружающим врагам на протяжении всей атаки расходится энергия и адреналин я так думаю что это нужно будет зажать левую клавишу мыши просто и он начнет применять атаки вот то есть это пойдет третьим умением ну и по дико по дико геральт будет не терминатор если прокачать пять допустим память тела пять точных ударов единственное что здесь геральт будет скажем так ну сконцентрирован что ли на каком-то определенном стиле либо на быстром либо там на мощной атаки но пока что не знаю то есть нужно что-то будет отсюда еще взять естественно попробовать прокачать также и знаки и алхимия все это качается на мой взгляд вполне нормально и я думаю что ближе там уже к хай левелу еще куда-то можно будет блин чемириться на двоигрота так и нету можно будет скомбинировать эти умения так чтобы чтобы геральт был тем же самым терминатором к коим мы привыкли его видеть в предыдущих частях ближе ближе уже к хай левелом итак смотрим мы сейчас на самом деле я я воспользуюсь нам в лесопилку я воспользуюсь впервые воспользуюсь быстрым переходом я им ни разу не пользовался хотя с другой стороны ребятки знаете что сделаем давайте-ка на этом эту серию я закончу если честно да нет блин я сам я сам не знаю чего хочу как беременная женщина но тут даже в плане не то что сам не знаю чего хочу мне хочется вам и показать и в то же время я не скажем так а вдруг вам это не интересно и не нравится вы знаете что мы сделаем вы напишите в комментариях что сань хорош короче не это используйте это что чтобы выбрать пункт назначения нажмите чтобы отправиться туда это у меня что-то в настройках что ли не выбрано лесопилка е быстрый переход вот вот а почему там знак вопрос ты бак бак или что такое было дисциплина вот чего вам всем не хватает я тебе сейчас в зубы дам разочек что ты у меня таким дисциплинированным сразу станешь ходит он мне рассказывает чего мне не хватает так дом знахарки вот у нас здесь поставим сюда значок и вот так через лесок пройдем ну красиво пока что не приедается пока что не приедается и правильно в обзоре сказали что если правильно поставлен свет а задача всех разработчиков всегда была правильно поставить свет так чтобы зритель верил волокна хана ну вот хоть убей да нифига двоигрота нету скоро цепь чемерится опять же но двоигрота засада какая-то словно чемерится мышь и хвост словно бы искусственно заставляют все таки покупать на первых парах необходимые алхимические ингредиенты давайте вот здесь вот еще посмотрим мышь и хвост скоро цепь ну нету нету двоигрота хоть убейся нету двоигрота да ладно и на автомате я нажимаю е все время забываю что здесь сейчас на самом деле open world который подразумевает что все двери смотрите эту женщину изранил грифон знал здесь какую нибудь клару смотрите-ка надо запомнить здесь есть еще квесты оказывается у тебя есть какие-нибудь травы на продажу кое-что найдется такая ведьмочка знаете симпатичная так скажу такой носик у нее не красавица но из разряда из разряда вот именно симпатичная возьмем 8 чтобы сделать можно было два масла возьмем поскольку у нее алкогест так а что можно есть а два алкогеста у меня есть в принципе пока что не надо что ей можно спихнуть такого чтоб у меня было прям много-много вот одуванчика например одуванчик не сильно котируется но для облегчения сумок спихнем ей 6 одуванчиков белый мир так же идет один к одному видимо в зависимости от редкости ресурса это в принципе нормально и так как должно быть спихнем собачье сало а медвежье сало но медведя я еще не убивал но я так понимаю что медвежье сало у меня из чьего-то тайника баллиса тоже в принципе встречается повсюду тоже спихнем а вот такие ингредиенты вот магический предмет лунные осколки он поскольку а он уже видите по 11 котируется но конечно я не буду его спихивать и запомню я может быть даже сейчас себе запишу что у знахарки есть еще квест оказывается хочется грифону прийти уже ну тут рекомендованы левел 3 нужно не забывать что я играю на на боли и страдания это значит что на троечке мне будет все равно не шибко комфортно так изготовить предмет и все видите теперь уже масло против трупоедов этот предмет уже есть мне вот действительно интересно одно неужели можно иметь только по три по одному непосредственно кстати мечи я нашел плохой меч плохой меч плохой меч это все нужно будет разобрать на ингредиенты либо либо спихнуть кузнецу вот снаряжение упорядочить предметы неужели действительно можно иметь в инвентаре только по по три штуки определенного вида вот эликсир и еда то есть ласточка у меня 3 из 3 почему не почему нельзя иметь 12 сразу это вот это вот как-то это странно и я не могу сказать чтобы это бомбы карманы в карманы нельзя поместить я не могу сказать чтобы это отдавало каким-то какой-то атмосферы ведьмака это как-то странно почему я не не могу забить свою сумку это под завязку да маслами эликсирами почему вот кто это вообще решил что вот три и все и ни разу не больше кто это решил так ну и через сожженную деревню на самом деле вот я говорю ребят напишите в комментариях нам интересно смотреть как ты ездишь да по миру ведьмака и я тогда буду и потому что мне интересно ездить по миру ведьмака и я бы с удовольствием не пользовался такими вот знаками я это делаю для того чтобы подсократить несколько летсплей и не затягивать но если вам нравится мир ведьмака если это вы считаете выглядит красиво то почему бы и вам не получать этого удовольствия и мне потому что мне в этом мире находить находиться безумно нравится я говорю у меня максимум максимум настройки ничего не лагает все прекрасно и шикарно выглядит сто семьдесят три шага тут видимо не в метрах тут в шагах наверное расстояние обозначено тут у нас что объявление что ли какое-то висит е е прочитать строго запрещается захоронение тел повешенных дезертиров и бундущиков нарушители пойманные за попыткой снять тело повешенного будет немедленно казнены как в пиратах карибского моря да что пиратов там тоже нельзя было казнить паутинник все это я собираю потому что рано или поздно все это пригодится и как видите даже даже не все еще и попадается то есть ласточкина трава это то что то что необходимо для ласточки новой зелья бреду я потихонечку к тому месту где нужно будет искать брата так кто у нас здесь непонятно звери это или или трупоеды вот уже трупоеды гули ой так они второго левела а я то блин ну ничего вы знаете как бы масло то оно не пропадет хотя опять же второй левел и нельзя сказать что они супер уж такие легкие а те нападать не стали так же вот посмотрите в третьей части сейчас сделано что трупы трупы уже убитые обозначаются на карте там еще он пока еще какой то значок это похоже босс так что масло то может быть и пригодится на самом деле ну айда айда сюда так что масло то на самом деле может быть еще и пригодится что то я если честно потерялся сам для себя там в этой траве сохранюсь там такое впечатление что босс этих гулей туда туда лучше не заходить а то у меня такое впечатление что оттуда что оттуда нормально то можно и не уйти да что ж что за ерунда я в этой такое впечатление что они проваливаются под землю возможно я заблуждаюсь и в этой траве их просто не видно вот поэтому я говорил когда что я увеличил настройки графики я траву на максимум не выкручивал именно именно вот именно по этой причине что травы да много но извините меня когда в этой траве ни хрена не видно и тебя убивают но нафига тогда нафиг такой максимум травы нужен нафиг такой максимум травы нужен поджег я гуля сгорит он не догорает к сожалению так у нас же было сохранение я забываю что после того как загружаешь после вайпа ну неважно вообще после загрузки автоматически включается автоматический бег конечно раздражает но достаточно агрессивной манере конечно я их атакую гнездо гули то есть может быть гнездо гули надо его уничтожить а а для того чтобы уничтожить гнездо гули мне нужно либо бомбу либо какой-то знак используют какой знак я не я не помню по моему по моему прошу прощения мне позвонили по моему знак а вот телекинетический удар по моему его так и что то я так придется читать не помню честно скажу не помню обучение обучение бомбы мать чуть-чуть взаимодействие разрывы вот чтобы закрыть разрыв бросьте в него двумеритовую бомбу или подойдите к разрыву и наложите на него знак иродан вот что то как то вот уничтожен гнездо чудовище можно бомбами картечь или танцующая звезда чтобы взорвать гнездо подойдите к нему и нажмите е а ну бомбы ни одной бомбы у меня нету значит пока что это гнездо будет процветать ну что же уважаемые подписчики и зрители канала youtube на этом эту серию мы заканчиваем совсем скоро вернемся для вас сыграл Саша Куговкин или Годриди кому как удобнее подписывайтесь конечно же на канал подписывайтесь сообщество вконтакте здесь на ютубе только мои летсплеи видеоролики обзоры и тому подобное через через сообщество вконтакте конечно же можно узнать гораздо больше и мои текстовые блоги и когда будут когда мои стримы анонс там моих стримов и всем пока 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 пока